Париж. Интересно поговорить про Париж, потому что Лейпциг, с которыми они играли, мы затронули, и Париж тоже вот новую информацию нам дает. Да, на этой неделе в матче Лиги Чемпионов играла только парочка, Неймара не было, только Месси и Мбаппе играли, но в целом все-таки по-прежнему очень неровно и очень нецельно выглядит Париж. Очень похожие проблемы, на которые мы обсуждаем в контексте МЮ, с некоторыми другими деталями, но все равно приходится нам тут озвучивать. Проблема сводится к тому, что почти на прессингующему тренеру нужно организовать команду так, чтобы два или даже иногда три футболиста от прессинга были освобождены, и вот попытки решать этот пазл они, по сути, сейчас определяют то, как играет Париж. По-прежнему я не вижу у Парижа цельной игры, и скорее матч против Лейпцига и в целом эта неделя служит доказательством тому, что этой цельной игры мы и не увидим. Что вообще, что такое цельная игра? Это, на мой взгляд, предоставление четкого ответа на вопрос, за счет чего ты собираешься переигрывать соперника. И вот Париж, он оказывается не в состоянии объяснить, как они структурно будут атаковать лучше, чем соперник, не за счет мастерства отдельных игроков, а именно структурно, и как они будут нейтрализовывать соперников в защите. И такой цельности, как и у Манчестер Юнайтед, у Парижа сейчас не наблюдается. И зато наблюдается, в отличие от Манчестер Юнайтед, другой вопрос, поскольку результаты все-таки у Парижа значительно лучше, да, конечно, с поправкой на уровень соперников, но все же наблюдается другой вопрос. А можно ли вообще без этой цельной игры, чисто за счетной реализации, выигрывать матчи прямо постоянно-постоянно? И если в случае обычной команды ответ «нет, конечно», еще можно так зло посмеяться, вот когда так «нет, конечно», но в случае Парижа этот ответ может быть утвердительным. И пока даже в Лиге Чемпионов, где они лидируют в своей группе, потеряли очки с Брюггеном, обыграли и Париж, и Лепциг, при том, что и в матче против… обыграли Манчестер Сити и Лепциг, при том, что и в том, и в другом матче прослеживались очень явные проблемы, в том числе с тем, как Париж строит игру без мяча и сколько моментов допускает, они все-таки смогли именно за счет этих уникальных качеств, уникальной реализации выиграть. Против Лепцига все эпизоды, по сути, были созданы через… все позитивные эпизоды в атаке были созданы, по сути, через быстрые атаки, через Мбаппе. Вот такой вот простой рецепт. Мбаппе, конечно, гений в таких условиях, и вообще он вытащил Париж на этой неделе. Конечно, все будут обсуждать, как он промазал ничего не значащей пенальти на 90 плюс какой-то там минуте, но если взять то, что он творил именно на протяжении двух матчей, которые Париж сыграл, мне кажется, он был просто феноменален, и он сделал разницу именно против Лепцига, потому что Париж снова, к сожалению, не сыграл цельно и не сыграл качественно. Вопрос сейчас вот в процессе наблюдений, потому что, если говорить о структурных вещах, то, ну, наверное, можно коротко повториться, но они на самом деле очень похожи на то, что было против Манчестер-Сити. Как организуется игра без мяча? Она Месси чуть правее, Мбаппе как нападающий играет, ну и Дракстер формально был с ними в тройке, но на деле он и намного более дисциплинирован, от него этого можно ожидать, чем Неймар. Садился в четверку, 4-4-2, с небольшой отрезанностью пары атакующих футболистов. В принципе, с Неймаром то же самое пытался делать Париж, только менее дисциплинированно против Манчестер-Сити, и тут ничего принципиального образа не меняется. Как и не меняется план умеренной игры в атаке, я уже вам тоже его объяснял после Манчестер-Сити, когда в позиционную атаку приходит Париж, они пытаются 5 футболистов оставлять за линией мяча, то есть атаковать только пятеркой. Например, этому могут быть 3 атакующих футболиста, ну и их поддерживают еще 2 центральных полузащитника, либо 1 центральный полузащитник и 1 фланговый защитник. Но много футболистов для реакции на потерю, понятное дело, это не контрпрессинг, это отход к своим воротам, остается за линией мяча, и эти принципы, они становятся все более четкими, все более четким становится понимание Почтина, что иначе играть с этим набором футболистов нельзя. И вот в рамках этих реалий снова очень неровный матч проводит Париж, где слишком много дает создать своему сопернику, и где очень многое упирается банально в реализацию. И у меня ощущение, что просто-напросто это не поменяется, и вопрос по ним уходит в сторону. Можно ли чисто на реализации выиграть самые большие трофеи? И, по сути, это будет ультимативный ответ на этот вопрос. Потому что если вот с этими нельзя, то вряд ли вообще с кем-то получится. Потому что тут радикальность в обе стороны. С одной стороны, очевидно даже такому системному тренеру, как Почтина, что ничего системного тут не построишь, причем очевидно уже в начале сезона. И, с другой стороны, очевидно, что эти супермастера, они могут за счет уникальных качеств, за счет уникальной реализации, в том числе, делать разницу. Но мы сейчас узнаем, постепенно будем узнавать, можно ли ее делать прямо так на дистанции сезона и в самых важных матчах против самых сильных соперников. Вот такая картина, где мало хорошего, можно сказать, о футбол, в котором играет Париж, в которой, скорее, мы убеждаемся в правильности тех гипотез, которые мы строили изначально, когда увидели этот набор, жутко разбалансированный набор футболистов. Но в то же время, сюрприз-сюрприз, это действительно классные футболисты.